Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я хочу продолжить немножечко тему про ИИС, потому что многие не поняли, наверное, о чем речь или, не знаю, какие-то возражения были странные, что, смотрите, люди говорят, мы вкладываем деньги 400 тысяч, получаем, да, 13% доходность. В прошлом видео я рассказал, что эти 400 тысяч не просто так лежат, а приносят 15% годовых. Я сказал, куда вложить, чтобы они приносили 15% годовых. Конкретный совершенно инструмент дал, рассказал про то, какие риски там есть, что эти 15% при каких условиях можно не получить, но 100% защита капитала, то есть есть такой инструмент. Пожалуйста, для тех, кто хочет, чтобы было надежно, чтобы ничего не потерять и получать при этом высокую доходность. Но, скорее всего, этот продукт будет закрыт по автоотзыву, потому что, ну, скорее всего, там будет условие автоотзыва, скорее всего, акции подрастут, и поэтому получится 15%, но, тем не менее, значит, через год будет другой продукт, в который можно вложить. Итак, я, значит, сделал небольшую табличку, которую сейчас я вам покажу о том, как я предполагаю, надо делать для того, чтобы получить максимальную доходность вот от этих инструментов. Если кто-то говорит, что вот 400 тысяч больше нет, ну, есть многие люди, у которых есть больше 400 тысяч, которые готовы вложить больше 400 тысяч, но есть ограничения на 400 тысяч. Поэтому давайте покажу оптимальную стратегию. Вот я сделал табличку в Excel, смотрите, первый год мы вкладываем 400 тысяч рублей, итого на счете в первый год 400 тысяч рублей. Лучше вложить в декабре, я сказал, потому что мы можем получить налоговый вычет 13%, сумма 400 тысяч в течение, ну, по календарному году, по итогам календарного года. То есть в следующем году, в начале следующего года буквально мы можем взять все справки и пойти в налоговый для того, чтобы получить от налоговой 52 тысячи рублей, если у вас есть белая зарплата, которая, ну, не меньше, чем 400 тысяч рублей за год. Вот, итак, мы получаем по той схеме, которую я рассказывал, 52 тысячи рублей на свой банковский счет, вот, и вот эти 400 тысяч рублей мы вкладываем вот в ту ноту, которая приносит доход 15% годовых. То есть через год у нас эта нота приносит 15% годовых, нетрудно посчитать, это будет 60 тысяч рублей. Итого доход за год составил 60 тысяч рублей плюс 52 тысячи рублей. Из них 52 тысячи рублей на наш банковский счет выведены, а на брокерском счете в этот момент находится 460 тысяч рублей. И на второй год тоже в конце года мы докладываем еще 400 тысяч рублей. Итого в конце следующего года у нас на счете 860 тысяч рублей. То есть 400 тысяч рублей, которые мы в первый год вложили, 400 тысяч рублей, которые во второй год вложили и 60 тысяч рублей, которые мы получили от ноты. 860 тысяч рублей. Итак, аналогично в начале уже третьего года пишем 3НДФЛ в налоговую, получаем точно так же 52 тысячи рублей и получаем в конце года по итогам доход от инвестиций, которые приносят 15% годовых, как мы договаривались, и 15% годовых начисляется уже не на 400 тысяч, а на 860 тысяч. И 15% годовых от 860 тысяч, нетрудно посчитать, это 129 тысяч. Итого общий доход по итогам двух лет составил, по итогам второго года, еще 181 тысячу рублей. Вот, ну естественно это дело хорошее, в третий год в конце мы вкладываем еще 400 тысяч рублей, итого на счете получается 1 миллион 389 тысяч рублей. Из них мы 1 миллион 200 вложили, то есть 3 раза по 400 тысяч, остальное 189 тысяч это проценты от вот этих вот нот, от этих структурных продуктов. И соответственно проходит еще год четвертый, мы в начале четвертого года возврат НДФЛ, вот, и в конце года уже доход 15% от 1 миллион 389 тысяч составляет 208 тысяч рублей, 300, 280 тысяч, 350 рублей. Вот, и соответственно в конце года у нас вот с учетом вот этих 200 тысяч, 1 миллион 597 тысяч 350 рублей. Понимаете, да? Соответственно вот и на четвертый год уже можно закрывать ИИС, если мы не хотим, если там отменят вот этот режим, то мы можем продолжать на самом деле, если не отменят, если отменят, мы можем оставить то же самое. Ну, если продолжить там, скажем, если 5 лет, например, то еще 400 тысяч. Так, раз, два. Вот мы вложили еще 400 тысяч и продолжили, что будет на пятый год. Еще через год. И продолжим еще, что будет на, вот, так сказать, на шестой год, например, еще 400 тысяч. Если все это государство продолжает. То есть, соответственно, мы вложили всего, вложили сумму, сейчас скажу какую, вот эту, да, вот мы вложили всего 2 миллиона, а у нас 3 миллиона 101 тысяча, то есть миллион 101 тысячу мы получили в виде процентов. Вот такая стратегия достаточно оптимальная. Если у вас, например, есть сейчас прямо миллион 200 тысяч, то вы можете из них 400 тысяч вложить, например, на ИИС, и для того, чтобы вот воспользоваться этой стратегией. А на обычном брокерском счете, ну, остальные 800 тысяч просто, как бы, вложить в те же самые ноты, но на обычном брокерском счете, и пусть они приносят доходы. Это самая оптимальная штука. То есть, вот у вас есть уже миллион 200, то есть, которые мы можем вложить сразу на 3 года, но мы не вкладываем, так сказать, на ИИС можно вложить исключительно 400 тысяч, если вы хотите получать 52 тысячи налогового вычета, поэтому вот так вот ограничено. Второй вариант, если вы не хотите получать налоговый вычет, у вас нет белой зарплаты, или там вы ИП, то давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант вы выбираете, все миллион 200 сразу вкладываете на ИИС и открываете ноту, которая дает 15% на всю сумму на миллион 200. Вот давайте смотрим. Значит, первый год. Первый год. Мы вкладываем миллион 200 тысяч. Ой, 200 тысяч. Сейчас, секундочку. Я перебрал немножечко. Миллион 200 тысяч. Вот, никаких 52 тысяч нет. Здесь только доход 15%. Значит, здесь та же самая сумма, вот это, миллион 200. И доход у нас будет. Вот эта сумма умножить на 0,15. Вот, соответственно, мы вложили, ничего не докладываем. И здесь будет вот так вот, плюс вот это, плюс наша доходность на счете будет. Вот такая сумма через год. Ну и, соответственно, вот это же можно продолжить. Второй год, третий год, четвертый год, пятый год. Вот. Второй, третий, четвертый, пятый. Соответственно, мы вложили всего миллион 200. Вот. И через пять лет у нас 2 миллиона 413 тысяч, с которых мы не заплатим налога. То есть, смотрите, мы получили миллион 200 тысяч по второму варианту, когда мы не берем налоговый вычет, а просто хотим, ну, чтобы ИИСТа, второй вариант, чтобы, да, в первый год мы можем не больше миллиона вложить. Значит, один миллион. Вот, один миллион вкладываем. Соответственно, один миллион дохода, с которого мы не платим НДФЛ. Тоже очень хорошая штука. А экономия 130 тысяч рублей. Вот второй вариант. Поэтому и тот, и другой вариант очень хороши. И куда конкретно вложить, как конкретно вложить, я говорил. И еще раз говорю, сайт demetkovyur.com, вы можете нажать на кнопочку «Модельный портфель», там будет вся информация о том, как открыть брокерский счет, как его пополнить без комиссии. Без комиссии, то есть, есть варианты. Потому что если у вас Сбербанк, например, да, и вы можете пополнить ИИСТ только банковским переводом, то Сбербанк возьмет 1% комиссии. Там я подсказываю о том, как пополнить брокерский счет без комиссии. Ну, пополнять она 400 тысяч, комиссия 4 тысячи рублей в Сбербанке. В общем, это существенно. Я подскажу, как это сделать без комиссии, ну, через другой банк. Это возможно. Вот. Собственно говоря, на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Я буду находить для вас интересные финансовые решения, финансовые инструменты, как увеличить свои доходы, как сделать так, чтобы деньги были всегда, как создать источники пассивного дохода. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, на моем канале. А на сегодня все. С вами был Демитров Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok